Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о таком событии британского масштаба, как королевские скачки в Аскоте. Да-да, несмотря на то, что я была АОП, следила за чужими детьми и убирала дома, мне удавалось выезжать в Аскот, чтобы посмотреть и поснимать королевские скачки. Благодаря моему первому агентству, в котором я работала, Демотикс, а потом и другим агентствам, мне давали аккредитации на то, чтобы попасть на это мероприятие британской социальной верхушки абсолютно бесплатно. Я брала свою камеру и ехала снимать людей вот в таких вот шляпках, во фраках, в смокингах и в цилиндрах, ну а также снимала там королеву со всей ее свитой, которая каждый день в течение пяти дней, в которые проходят скачки, приезжают на то, чтобы понаблюдать за людьми, за лошадьми. Ну и иногда ставить свои вставки на лошадей. Была я там, по-моему, четыре или пять раз, когда меня аккредитовывали. Выбирала я обычно там на аккредитацию, когда подаешь заявку, надо написать, в какой из дней ты желаешь приехать и поснимать. Я всегда выбирала четверг, это Lady's Day, когда проходит конкурс среди посетительниц королевских скачек, называется он Lady's Day, то есть День Леди, где королева выбирает самую лучшую шляпку. Поэтому все претендентки женского пола стараются выделиться и создать что-то такое креативненькое и получить главный приз от королевы. Но не все шляпки можно носить во скоте. Например, там есть такие леди, которые приносят шляпы диаметром в два метра. В таких шляпах нельзя проходить на сами скачки. Да, погулять по области стадиона в этих шляпах можно, но пройти на само действие, где происходят скачки, нельзя, потому что они свои шляпы закроют вид другим посетителям этого королевского мероприятия. Кроме того, там действует строгий дресс-код. Туда можно приходить только в платьях такого летнего формата, которые должны быть не короче определенной длины. Также там нужно носить туфли на каблуках и обязательным атрибутом для каждой леди является шляпка. Не важно, будь это супер дизайнерская шляпка или такая, как у меня, которую я купила на ebay, по-моему, за 2 фунта, заказав ее заблаговременно из Китая, по-моему, 3 месяца мне шла эта шляпка. В принципе, она неплохо сыграла свою роль. В первый раз я поехала вот с такой вот маленькой заколочкой, просто брошечка у меня вот сюда была воткнута и как бы тоже прошла за шляпку. Но не было у меня шляп, а шляпы в Лондоне стоят очень дорого. От 50 до 250 и выше. Если это дизайнерские шляпы, я встретила наших русских леди на одном из дней Аскота, которые как раз вот создают эти шляпки. Наталья Тутус, она живет в Аскоте и создает вечерние наряды и вот такие шляпы для Аскота. Я к ним присоседилась, тоже пофотографировала и их, и сама с ними сфотографировалась. И вот когда я фотографировалась с девчонками в 2015 году, один из фотографов словил такой кадр, мне очень понравился. Я увидела его в журнале InStyle впоследствии и сохранила эту фотографию. Сейчас хочу написать эту картину, потому что мне эта фотография очень нравится. Наверное, она самая лучшая за всю мою жизнь. Фотограф подловил именно тот момент, тот свет в моих глазах, свет счастья. Вот такие вот шляпы, которые она создает, стоят не меньше 200 фунтов. Но там просто шедевры. И вот такие шедевры в День Леди все фотографы стараются пофотографировать как можно больше и показать зрителям не только в Великобритании, но и всему миру. Как все это происходит? Люди начинают прибывать в Аскот, который находится западнее Лондона, по-моему, 50 километрах от Лондона. Ну, где-то так заблаговременно. Начиная с 10 часов утра, уже можно зайти на стадион и погулять вокруг, показать свои шляпки, пофотографироваться перед фотографами, попозировать. Ну и сделать свои какие-то личные фотографии. В 2 часа приезжает королева. Это называется королевская процессия. Она приезжает со своей свитой. Никогда не знаешь, кто приедет с ней во второй, в третьей карете в один из дней. Поэтому на какой день ты возьмешь билет или получишь аккредитацию, того, кто с ней приедет и будешь снимать. В первый раз королева приехала с Чарльзом, а во второй карете, по-моему, сидел Гарри, принцесса Беатриса и еще кто-то. Второй раз я не помню, кого я видела, а в третий раз мне повезло увидеть герцогов кембриджских. Кейт была в каком-то шикарном платье невесты, в таком белой кружева, шляпка соответствующая. И как-то в этот день они очень мило себя вели друг с другом. Награждали жокеев, которые выиграли гонки, ну и улыбались друг к другу, даже приобнимали. Мне удалось что-то запечатлеть из этой серии. Помимо этого много других членов королевской семьи пребывало на Оскот. В связи с тем, что фотографов с каждым годом становилось все больше и больше, аккредитации мне перестали давать. Мне надо было доказать, что я снимаю для определенного журнала, который 100% выпустит какую-либо статью об Оскоте и включит туда мои фотографии. Этого я сделать не могла, потому что я снимаю абсолютно для всех журналов, кто купит, тот купит. Поэтому меня перестали аккредитовывать. И два раза я покупала туда билеты сама. Оба раза я покупала билеты в Windsor Inclusion. Как бы это рассказать, что это такое? Мероприятие в Оскоте делится на несколько областей. Есть королевская инклужа. Она называется Queen Annie Enclosure. Туда как раз приезжает королевская процессия. И туда приходят лорды, сэры, пэры, аристократы. В общем, вот в таких вот огромных шляпах, которых я фотографировала. Windsor Enclosure. Это для обычного народа, кто тоже приходит в шляпках. Но там в основном люди покупают какие-то напитки и сидят, просто едят. Какие-то общие у них такие дружеские пикники создаются. Естественно, им скачки тоже видны. И все это проходит на их глазах тоже. Но они не видят королевскую процессию. И вот так вот, купив дешевый билет в Windsor Enclosure, я вот так вот как-то попала в Queen Annie Enclosure. И как ни в чем не бывало, продолжала снимать все эти шляпки и королевскую процессию. В следующем году, когда я взяла точно такой же билет, я уже не смогла перейти. Я не знаю почему. Наверняка в первый раз я просто нечаянно так вот попала. Ну и в общем я осталась без фотографий королевской процессии внутри вот этого круга, где обычно ее и ее свиту встречает британская аристократия. Про сами скачки мало что могу сказать. Я в них не разбираюсь. Я часто их пропускала, потому что после королевской процессии мне бегом надо было ехать домой. То есть ехать из Аскота до дома было час-полтора для того, чтобы мне забрать детей из школы, накормить и так далее. То есть я это делала в тот момент, когда я была свободна от моей основной работы. Поэтому со Аскота я возвращалась, буквально садилась на автобус с железнодорожной станции, на которой я прибывала, доезжала до школы, забирала детей и мы ехали вместе домой. Вот таким вот способом я всегда старалась попасть на любое из мероприятий, если у меня было свободное время. Там очень интересная такая фишка происходит не только на скачке, можно делать ставки, но и также в какой шляпе приедет королева, какого цвета будет сегодня ее костюм, на какую лошадь она поставит и так далее. Очень много различных ставок. Я делала просто наугад две ставки в своей жизни, по 10 фунтов потратила. Ничего не выиграла, но я в этом не разбираюсь. Просто так попробовать сделала ставку. Моя лошадь пришла там второй, третий или восьмой. Я уж не знаю, я даже не поняла, кто и когда и на кого я поставила. Ничего не выиграла. Но что мне запомнилось на Аскоте, это то, что всегда хотелось пить, а воды там практически не было у меня, потому что с бутылками не пропускали по аккредитации. А покупать, это стоять огромные очереди и стоит это все очень дорого в Аскоте в день мероприятия. В какой-то из забегов лошадей я вышла в холл, где продают все эти напитки и купила себе пимс. Это такой британский, летний британский напиток, охлаждающий. По-моему, там немножечко алкоголя, но что-то типа джина с тоником, но я алкоголя вообще не почувствовала. Это море льда, вот этот пимс и еще там какой-то, может быть, колы добавили. Не знаю я, что это за напиток, но я помню, мне это жажду мою утолило. И я была счастлива, что у меня есть вот этот маленький стаканчик там за 5 фунтов. Мне очень понравился этот напиток, он действительно охлаждает во время палящего, знойного солнца. Кроме того, там каждый день можно увидеть такой музыкальный, вокальный женский коллектив под названием Тутси Роллерс. Они исполняют различные песни, одеваются каждый день в новые костюмы, в новые шляпки. И уже можно сказать, что являются иконой, наверное, королевского Аскота. То есть каждый год в газетах появляются их фотографии. Это коллектив из 5 или 6 девушек, которые поют очень хорошие, интересные, красивые песни. И вот в позапрошлом году я попросила их сказать «Добро пожаловать на Аскот» и исполнить какую-либо из их песен, что они сделали. «Добро пожаловать на Аскот» и исполнить какую-либо из их песен. «Добро пожаловать на Аскот» и исполнить какую-либо из их песен. Но также и поработать с самими людьми, которых ты снимаешь. Поэтому надо попросить сделать так, или попозировать так, или, я не знаю, улыбнуться и посмотреть наверх. Всегда работа профессионального фотографа заключается именно в этом. Поэтому все, кто работает на таких мероприятиях, имеют огромные доходы с продажи их фотографий. У меня тоже что-то продавалось. И также я получила диплом от китайского фотоконкурса, о котором я рассказывала. Когда я рассказывала про Морис Дэнс, смотрите в этом ролике. Очень интересные, красивые виды женщины, шляпки и королевские персоны. Все это завораживает. Это просто какой-то сумасшедший праздник жизни. Поэтому всегда и везде я стараюсь попадать на такие праздники, чтобы насладиться общением с такими людьми. И чтобы было, что вспомнить в будущем. Пока на этом все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok